Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели программы «Разворот». Сегодня поговорим об актуальных политических событиях Латвии. У нас в гостях политолог, доктор исторических наук Уэр Скудра. Добрый день. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9 и в WhatsApp можете писать 230-6191. Ну, наверное, с самых последних новостей мы начнем. Это так называемый мусорный кризис, в который Рига вступила, можно сказать, и накануне правительства, после третьей попытки, объявила все-таки в Риге режим чрезвычайного положения. Звучит громко, но, по сути, в большей степени это такой юридический, насколько я понимаю, политический момент. Но вот как вам кажется, все-таки многие уже признали открыто, что это такая политическая в большей степени история, нежели муниципально-социальная. Вот такое продолжение противостояния министерства Юриса Пуца и Рижской Думы. Как вам кажется, все-таки варом министерство в большей степени искусственно нагнетает этот кризис? Или он действительно, вот эти вот моменты конкуренции, монополии и прочего присутствуют? Ну, там несколько моментов, на мой взгляд. Но, в первую очередь, я бы это все связывал все-таки с тем противостоянием, там не только политический, там вопрос выполнения законодательства и так далее, значит, между министерством и Рижской Думой. Ну, господин Буров получил это дело, как говорится, в наследство. У наследство, да. И поэтому, ну, видимо, министерство настроено, судя по тому, как это там решается, то есть Рижская Дума должна вести переговоры вот с теми компаниями, которые там формально четыре, по сути дела остались две самые крупные, которые собирались создавать эту новую Тиригу. Но Тирига не будет создана, как вы понимаете, можно понять, Рижская Дума будет вести переговоры с этими фирмами о том, чтобы как-то решить проблему сбора и переработки мусора. Мне представляется, что, естественно, нельзя представить себе, что будет создана еще какая-то новая фирма, которая этим будет заниматься. Ну, видимо, значит, не произойдет объединение, не произойдет создание Тирига, а эти две крупнейшие фирмы будут продолжать это дело. Это мой прогноз. Значит, ну, естественно, там, возможно, опять-таки, там вопрос законодательства, вопрос, будут ли эти фирмы подавать в суд или как-то по-другому решать эти проблемы с точки зрения своих интересов и позиций. Но тут основной политический аспект заключается в том, чтобы жители Риги не переплачивали. Это одна сторона дела. Другая сторона дела, чтобы не появилась у нас экологическая проблема мусора в Риге. А что касается других аспектов, я думаю, что компромисс они там найдут. Это министерство и Рижская дума. Пока что оппозиция в Рижской думе тоже никак-то там особую активность не проявляет. Так мне кажется, что это будет требовать определенного времени, естественно, но в течение, я думаю, примерно месяца они решат эту проблему. Ну, просто в пользу того, что немного искусственно все это было создано, говорит то, что… Нет, 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 нет. Это не искусственно. Я, простите, я просто хотел сказать. Монополия на 20 лет – это действительно серьезно. И это действительно очень большие деньги, огромные деньги по латвийским масштабам. И это действительно монополия. Конечно, тут может быть, я сейчас буду спекулировать, может быть, Рижская дума пойдет по пути так называемого партнерства частного и общественного. Рижская дума и частные фирмы. Значит, но главное тут заключается в том, что, значит, по сути дела, это монополия, которая была создана, правда, с участием Рижской думы. Ну, некоторые сравнивают это вот с ситуацией с Латвия, с газой, с либерализацией газового рынка. Можно сравнить, как вам кажется? Просто они все уверены, что либерализация… Ну, это только один город, потому что, естественно, тогда мы должны задавать вопросы, в первую очередь журналисты должны задаться вопросом, а как в Елгове, как в Энспилсе, как в Лепае, как в Далгопус, как в Валмире, как там решаются эти вопросы? Ну, пример Риги мог показать, вот как это выполняется, потому что с точки зрения Гетлани и прочих, это будет более удобно и эффективно для жителей, когда не сегментирована вот эта вот отрасль, а один… Монополия в любом случае – это плохо. Монополия, отсутствие конкуренции, притом договор на 20 лет, ну, это не соответствует никаким принципам рыночной экономики. Хорошо, ну, если говорить о Рижской думе, вот новый мэр у нас, Олег Буров, все-таки избрали. Да, новый старый. Но все-таки новый. И вот, да, с точки зрения, новый или старый, как раз-таки многие относятся к этому так, что, ну, коалиция сохранилась, в принципе, все осталось как есть, только поменялась вот эта вот вершина, лидер. Другие говорят, что все-таки нет. Мы видели там кулуарное или даже публичное противостояние между честью служить Риги и согласием. Вот все-таки насколько что-то изменилось, как вам кажется, с приходом Бурова и изменится в политике Риги? Что касается политических процессов в Рижской думе, то основную проблему, значит, согласие и честь служить Риги решила. Но основная проблема этой коалиции заключалась в том, чтобы не допустить досрочных выборов в Рижскую думу. Они эту проблему решили. Правда, должны были пойти на какие-то компромиссы. Но в чем заключались эти компромиссы, мы узнаем, видимо, когда будет утверждаться в начале будущего года бюджет Риги на 2020 год. Но там видно будет, в чем же заключается поддержка четверки и тройки господину Буровсу. Что касается политической ситуации, то там, ну, пока что, как говорится, я бы сказал, что это вопрос, Сейчас, может быть, несколько опережая дальнейшие наши темы, я могу сказать так, что у меня складывается впечатление, что согласие, может быть, поменяло несколько тактику. То, что делает Элксненч в Дауглопилсе, как руководитель городской думы, Мне связи с тем, что он там собирается сегодня, может быть, уже через час или два принять решение о выходе из Союза. Да, я прошу прощения, он еще придумал название для этого, это «Дексит». Да-да-да-да-да. Выход Даугл из Союза самоуправления. Да, да. И позицию согласия, как в государственном масштабе, так и в локальном масштабе. Другого смысла выхода из этих организаций, о которых он говорил сегодня на латвийском телевидении в интервью, я, откровенно говоря, не вижу. Но это идет подготовка своевременная, целенаправленная подготовка к следующим выборам местные самоуправления и потом парламентские выборы. Заранее, получается. Заранее, да-да-да-да. Ну, это требует времени, чтобы это все осуществить, чтобы показать, что это работает, доказать, что это работает в интересах жителей города и так далее, и так далее. Поэтому, значит, а что касается господина Буровса, то он в этом плане, ну, как говорится, человек счастливчик. Ему повезло, потому что позиция с уходом Америкса и Ушакова сложилась такая, что, ну, он оказался самой подходящей политической фигурой. Да, но подождите, мы уже сказали, в наследство досталось просто целый воз проблем, и с Викосадок, и с дорогами, и с мостами, и с чем только нет проблем. Значит, у него это наследство заключается в том, чтобы со стороны Рижской думы принимались соответствующие решения и велся контроль. А что касается существенных проблем, этими проблемами занимаются правоохранители КНАП. Этими проблемами не занимается Рижская дума. А что касается Рижской... Ну, репутационные ведь удары она терпит, как рижская власть. Ну, так это все теперь можно списать на то, что было. На Ушакова и Америкса. Ну, тогда получается, что это будет списываться на своих же, ну, сателлитов. А как иначе? А как иначе? На себя, что ли? Буровс будет презентовать себя избирателем Риги как человек, который способен решать проблемы. И, значит, его курс пока что, как показывает проблема мусора, он идет на сотрудничество с господином Пуци. Что касается выборов, вот действительно удалось избежать внеочередных выборов. Кому это в большей степени, с вашей точки зрения, на руку? Ну, понятно, что для... Коалиции. Коалиции, да. Коалиции. Но в то же время, насколько это было в интересах оппозиции. И второй вопрос сразу, просто есть такие теории о том, что вот, может быть, Нил Ушаков, он уехал в Брюссель только временно, он подготавливает почту, чтобы торжественно вернуться, например. И снова этот пост заняется еще большей силой. Значит, мой прогноз был до того, как господина Бурова утвердили, что господин Ушаков может вернуться при одном условии, что неизбежны досрочные выборы. Тогда была бы политическая какая-то, какой-то политический смысл и так далее. Что касается, значит, Риги, то второй мой прогноз, который касается господина Бурова и того, как он это все делает. Значит, пока что господин Буровс относительно, скажем так, правящего большинства в Саиме, в парламенте и относительно правительства допустил одну, и это относительно также президента Латвии господина Левица. Он выступил с тезисом, который является конфронтационным. Он заявил в интервью, в нескольких интервью, и повторил это в нескольких интервью, что Латвия – это двухобщинное общество. Да, значит, он тем самым сказал, что есть русскоязычная община, то есть всех, которые в Саиме говорят на русском, он объединил в одной общине. То есть, ну, если сказать несколько грубовато, русифицировал. Значит, но это как раз в противовес тому той линии, которую провозгласил новый президент Левиц. Если это линия на выборы в самоуправление и на выборы будущие в парламент, ну, это конфронтационная линия. Хотя, что касается других вопросов, там вроде бы как бы просматривается тезис о том, что вот можно сотрудничать даже с оппозицией, создавать что-то вроде Совета руководителей фракции в Рижской Думе и так далее. Ну, посмотрим, какую же линию господин Бурас будет выбирать. Я допускаю, что, значит, этот тезис о том, что у нас общество из двух общин состоит, и из этого следуют многие выводы относительно идентичности, не только там этнолингвистическое, но и политическое и так далее. Значит, это может быть та оплата, которую он должен был платить господину Баранниксу. А я по поводу другого хотел спросить еще, такого программного заявления Бурова о том, что тоже несколько раз он это повторял, когда вот занял это кресло, что в Риге закончилась эпоха одной иконы, одного лидера, наступило время командной работы. Вот насколько это отвечает реальности и насколько это отвечает запросам общества, как вам кажется? Ну, это отвечает реальности, которая заставляет господина Буровса так говорить. Ну, во-первых, его личность, конечно, не тянет на уровень личности Ушакова, это во-первых. И во-вторых, как показывают опросы, я, правда, сомневаюсь в репрезентативности этих опросов, ну, вот рейтинги июльские, ну, фирма «Фактум», которая подает себя как международная фирма, ну, они там провели опрос по Рижской думе, июльский, правда, не августовский опрос, там 7% честь служить в Риге, согласие 25%, ну, естественно, ну, о каком тут другом варианте, как о команде можно говорить. Сейчас небольшой перерыв, я напомню, телефон напрямого эфира, чтобы в следующей части вы могли дозвониться, 672-12-93-9 и 672-13-93-9 или в WhatsApp'е 230-6191, а мы скоро вернемся. Продолжаем разворот, политолог Уэр Скудру у нас сегодня в гостях, говорим о актуальных политических событиях в Латвии. Вот остановились на Рижской думе, Олег Буров сменил Нилу Ушакова, а вы вообще следите за деятельностью Нилу Ушакова в Брюсселе? Если ей зачем следить вообще? Нет, там пока не зачем следить, но, видимо, когда начнется уже по-настоящему работа парламента, ну она постепенно уже начинается, но, значит, скажем так, ну где он может проявиться? Он может проявиться на той подкомиссии, где он будет заседать, это одно дело, другое дело, когда будут там решаться какие-то вопросы, в которых очень сильно заинтересованы Латвии, национальные интересы Латвии в Евросоюзе. Ну там, правда, есть очень сильное представительство в лице господина Домбровскиса, так что там себя проявить будет весьма и весьма трудно. Домбровскис немножко в другой сфере, правда, он все-таки на трибуне так не выступает, как господин Мамыкин, когда он выступал. Да, 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 нет, ну для господина Ушакова важно ведь присутствовать в публичном пространстве Латвии и, значит, говорить о том, какие вопросы он решает в Брюсселе. А то, что там происходит в Европарламенте, ну это, как говорится, в таких масштабах, и другое дело, значит, если он сможет показать, доказать себя в рамках этой крупной фракции социалистов и социал-демократов. Но там конкуренция чрезвычайно высокая, так что это будет очень проблематично. Ну посмотрим. Ну вот уезжая, собственно, из Риги в этот тяжелый такой критический момент, Ушаков ведь заявил, что он намерен в Брюсселе защищать интересы рижан. Вот насколько вообще серьезно можно к этому относиться, как вы это себе представляете? Нет, ну, значит, нельзя сказать, что нет сфер деятельности Европарламента и Евросоюза, где это нельзя делать. Естественно, это касается в первую очередь развития регионов, и, значит, в этом плане там сотрудничество между городами, между регионами, в этом плане это вполне возможно. А еще, если говорить о Европейском парламенте, не могу не спросить, вот когда были выборы, мы наблюдали, ну, по крайней мере, это отличало, как на моей памяти, по сравнению с предыдущими выборами, мы наблюдали такую волну политологов, ваших коллег, которые вот ринулись в Европарламент. Ну, один из них добился успеха, это Ива Риепс, ваш прямой коллега. Также баллотировались от Озлс и Кударс, вот только тех, кого я помню. Они не смогли пройти. Чем вы вообще объясняете, почему политологи решили в Латвии так вдруг поехать в Европарламент? Не было ли у вас тоже желания, наблюдая вот эту картину? Нет, ну, я уже достиг такого возраста, когда подобные мечтания, они просто непристойны. Значит, что касается политологов, это случайность. На следующих выборах такого не будет, это вполне определенно, за исключением, конечно, господина Иепса, который тоже активно использует телевидение как трибуну, чтобы рассказывать о том, что он там делает. Значит, эти политологи, они, во-первых, способны хорошо говорить складно на политические темы и, значит, способны рационально, понятно формулировать идеи партии, на что не способны другие кандидаты от партии. Ну, вот если говорить об Иепсе, тоже уже прозвучало там после первых его заявлений, такие мнения, что ожидалось, что политолог будет такую риторику использовать, может быть, более какую-то глубокую, что ли, потому что политологи это те, кто анализирует постоянно политическую деятельность. А услышали мы, еще раз говорю, это мнение одной стороны, есть мнение о том, что замечательно все с риторикой Иепса, но есть мнение, что услышали мы такие шаблонные, абсолютно классические, избитые истории там про ту же двухобщинность и так далее. Как вам кажется? Нет, ну, пока что очень рано говорить серьезно о том, что делает какой-то один конкретный депутат. Это в первую очередь все-таки зависит от того, замечает ли его фракция его, какую роль он там в фракции парламентской играет, действительно фракция ли доверяет ему какие-то миссии, которые он там, например, ведет переговоры с другими фракциями и так далее. То есть, надо себя сперва проявить, и потом уже можно будет говорить о том, значит, как он объясняет, потому что в первую очередь он должен объяснять деятельность своей фракции, и уж потом как там решаются какие-то другие вопросы. Значит, что касается конкретных вопросов, то, ну, Европарламент, конечно, в меньшей степени, чем Еврокомиссия, является объектом деятельности лоббистов. Ну, вот, тогда, конечно, вопрос, там, естественно, все очень внимательно и, значит, все под наблюдением, но тогда вопрос, будут ли к нему обращаться с просьбами, чтобы он там лоббировал какие-то интересы. А кто основные, вот, Саш, точки зрения лоббисты на сегодняшний день в Европарламенте? В Европарламенте, Европарламенте, по, значит, неофициальным цифрам, во-первых, в отличие от латвийского парламента, в Европарламенте есть официальный список лоббирующих организаций и лоббистов. Они все должны регистрироваться. Ну, это ведь, это может быть такой показушный. Нет, 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 и как рассказывал господин Каринч, он занимался вопросами энергетики, которые, конечно, лоббистов очень интересуют, там очень сильные интересы и лоббируются интересы. Он что делал? Он встречался с лоббистами, поскольку, значит, это все тоже… Лоббисты – это кто-то, частные предприятия или кто это? Нет, нет, нет. Ну, это, как правило, эксперты, как правило, юристы, но которые ориентируются в каких-то конкретных отраслях. И они должны себе хорошо представлять механизм деятельности принятия решений в Европарламенте и Еврокомиссии, потому что без этого бессмысленно что-либо лоббировать. И господин Каринч сам рассказывал. Он забирал, или получал, точнее, визитки от этих лоббистов, ввел запись беседы и сохранял себе в архив. Что с тем, чтобы, поскольку эти встречи, поскольку он занимался очень такой важной отраслью, так накапливается материал. И у него складывается определенное впечатление, какие группы, какие интересы, с какой целью лоббируют. Но это все делается официально, в отличие от Латвии, где это все делается неофициально. Хорошо, а неофициально какой-то? А неофициально это есть коррупция. Неофициально это есть коррупция. Европарламент она присутствует? Нет, что касается Европарламента, то, конечно, там постфактум велись переговоры о том, вот господин Борозу, бывший руководитель Еврокомиссии, он пошел работать, если я не ошибаюсь, в банк Goldman Sachs, который является очень значимой, очень ведущей организацией. И это потом осуждало, что он получает очень хорошую по латвийским масштабам, естественно, просто космическую пенсию. Ну и тем не менее пошел работать в Goldman Sachs. Ну, естественно, что тогда встает вопрос, ну, какая, в чем он нуждается, в чем проблема. Потому что, что касается его жизни, он вполне обеспечен как пенсионер политический. Сейчас одна из главных тем тоже в Европарламенте, это возвращение, в Евросоюзе в целом, это возвращение России в ПАСЕ, Парламентскую Ассамблею Совета Европы. И Латвия здесь в авангарде, можно сказать, с другими странами Балтии, выступает резко против. Президент встречался вот с представителем. Насколько вообще, что значит для Латвии возвращение России в ПАСЕ, для Европы в целом? Насколько? И что в то же время заставило, с вашей точки зрения, ПАСЕ пойти на этот шаг, вернуть в Россию? Я думаю, что это просто настроение большинства, поскольку большинство имеет или никакого отношения к России, или какое-то положительное отношение. Ну и то есть для стран, которые там представляют парламентскую ассамблею, это консультативный орган, между прочим, никакие решения там не принимаются. Но правда, бюджет ПАСЕ во многом определяется платой, которую осуществляет Россия. Взнос, значит, бюджет ПАСЕ. Поэтому, значит, заинтересованность в российских деньгах, это послужило поводом почему. А что касается позиции Латвии, то тут надо говорить точно, значит, Латвия выступает против того, что без каких-либо ограничений, или без каких-либо условий возобновили. Латвия не выступает просто против, а против того, что не было никаких условий. Это, вот, просто, ну, опять же, в основном в этих заявлениях там превалируют эмоции, и там все-таки прочитывается абсолютно то, что против. А кто озвучил позицию того, что именно с ограничениями? Я думаю, что это в первую очередь связано, это балтийские страны, Польша, и еще несколько стран. Это связано, естественно, с тем, что эти страны поддерживают Украину. Ну, значит, правда, ну, скажем так, готовность или, скажем так, обмен заключенными между Россией и Украиной, который произошел, и ожидаемая, так называемая, нормандская встреча на самом высшем уровне, которая тоже якобы там через какое-то время, возможно, даже в сентябре должна состояться, ну, она свидетельствует о том, что, ну, Украина сама меняет свою позицию, поэтому я бы там не обращал очень большое внимание на эти все мероприятия. Это больше, скажем так, дипломатические шаги, поскольку была вот недавно дискуссия о том, что Латвия приняла решение в перспективе построить, значит, новую, более современную, я не специалист, поэтому не смогу определить точно, линию электропровода между Россией и Латвией, которая уже существует, на которой там, видимо, должна как-то по мощности совершенствоваться или как-то по-другому. Так что тут, и с другой стороны, санкции Евросоюза определены относительно России, которые касаются не России в целом, а касаются индивидуумов, личностей и конкретных предприятий. Так что, я думаю, в совокупности надо смотреть на это. И, естественно, что по всей, но это вопрос, скажем так, вопрос, который связан с правами человека. Ну, и с этой точки зрения, ну, было бы удивительно, если бы и балтийские страны как-то по-другому поступали. Хорошо, вернемся обратно в Латвию. Вот скоро предстоит формирование государственного бюджета очередного, который вот Карниш уже назвал историческим, самым большим, что вызвало тоже такие легкие недоумения у некоторых людей. Но чего стоит ожидать? Вот вчера Карниш, опять же, комментировал формирование бюджета и, в принципе, не отрицал, что возникнут трудности. И даже сказал, что, ну, если все пойдет по худшему сценарию, то правительству придется пасть. Вот. Как вам кажется, что нас ждет? И, учитывая огромные и во многом популистские обещания, которые партии давали во время предвыборной кампании и уже после избрания, что они сумеют в итоге на деле, скажем так, выбить для госбюджета? Ну, значит, мне представляется, что партии отдельные. Конкретно это новая консервативная партия в первую очередь, а остальные в партии в несколько таком менее или более конструктивном духе. Но новая консервативная партия как-то очень уперлась, что касается вот там инициативы оплаты завтраков для первого-четвертого класса, потом, значит, там, Лепайская тюрьма и т.д. Значит, мне представляется, господин Левиц сказал, что было бы хорошо, если бы парламент, поскольку парламент должен утвердить, правительство только разрабатывает проект, который в основном тогда поддерживается. Значит, что было бы хорошо, чтобы к 18 ноября это все прошло через парламент. Ну, господин Каренч, на мой взгляд, сказал одну существенную вещь, что, значит, в принципе, все основные договоренности достигнуты, вот остались там вопросы, которые касаются этих вопросов, которые поднимаются новой консервативной партией. Ну, я никак не могу увидеть аргументации со стороны новой консервативной партии, чтобы приводить к падению правительства, поскольку тогда встает вопрос, а какова альтернатива? А в чём она заключается? Потому что, значит, представить себе, что будет какое-то другое правительство, которое, значит, решит эти все вопросы в интересах новой консервативной партии нельзя. И, значит, кроме того, господин Каренч высказал, правда, так мимоходом, неопределенно, он высказал, что можно было бы, может быть, рассматривать вопрос о повещении, значит, минимального уровня заработной оплаты. Ну, видимо, да-да-да, ну, или какая-то другое, господин Каренч сумму не называл, но он сказал, что этот вопрос можно было бы рассматривать. Но, видимо, значит, там со стороны новой консервативной партии есть какой-то комплекс вопросов во главе вот как раз с этим. И, значит, спор с господином Рейерсом связан в первую очередь, значит, с тем, что, значит, господин Рейерс не соглашается, и я не знаю, кто ещё, на повышение минимальной заработной платы. И второй вариант был, что вот повысить уровень необлагаемого, значит, уровня, который не облагается налогами. И связи с этим, вот сегодняшняя публикация в журнале ИР, что господин Рейерс, возможно, связан с скандалом... Строительной картелью. Строительной картелью, скорее всего, тогда намекает, что если правительство падёт, то, может быть, здесь вопросом о картеле, если появится, значит, до утверждения бюджета какие-то новые скандальные материалы, и тогда этот скандал просто послужит тем, что, ну, я спекулирую, кто-то из министров подаст в отставку, потому что его попросит господин Каринч. Или какая-то партия скажет, ну, тогда всё, тогда давай это правительство, пусть пойдёт, создаём новое. Вообще, вот этот строительный скандал, да, вот с учётом сегодняшних новостей, что и Рейерс, действующий министр, якобы замешан. Вообще, вот как это надо понимать? Вот даже пианист Вестер Шимкус, ну, он там к политике такой косвенно имеет отношение в эфире Рига ТВ-24, сказал, что, ну, получается, Латвия просто с ног до головы пропитана коррупцией, и что? Вот как это понимать, с вашей точки зрения? Ну, значит, господин Страва, руководитель КНАП сегодня утром в интервью латвийскому телевидению был чрезвычайно осторожен. Он ничего не говорил ни про личностей, ни про то, что уже определённо всё ясно. Он сказал, пусть там следственные органы занимаются своим делом. Фигурантов уже впечатляют. Не-не, ну, фигурантов – это дело СМИ, это не от КНАБа, это не официальные данные, потому что, чтобы КНАБ что-то говорил о личностях, он должен тогда иметь дело, которое уже отдано в судопроизводство. Пока это не происходит, какие могут быть личности? Это всё догадки. Ну, машина в Эйнисе была в КНАБе, и допрос… Нет, нет, ну, так и естественно, естественно, но предприниматели тоже все были, не только в КНАБе, но ещё… Да, крупнейшая строительная компания. Все-таки о чём-то, наверное, это уже говорит. Нет, так вчерашняя дискуссия на латвийском телевидении хорошо показала, потому что там один строительный инженер, который, по всей видимости, уже благополучно пенсионер, и может говорить всё, что он думает, он сказал так, вот латвийские строительные фирмы попытались участвовать в конкурсах в Польше. И что? Все проиграли. Кто остался? Китайцы. И тогда вопрос не риторический, а ведь чего хотите, что вместо латвийских фирм в Латвии строили немцы, шведы и китайцы? Он таким образом что, картель одобрил или что? Нет, 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 он не одобрил картель, он сказал, что маленький рынок латвийский, если мы хотим, чтобы здесь работали не китайцы, а жители Латвии, граждане и жители Латвии, этот рынок необходимо как-то защищать. Другое дело, что законодательство и все эти контролирующие органы не способны регулировать развитие отрасли, не допускать чрезвычайную концентрацию, создание де-факто монопольной ситуации или нескольких. Что рынком, по сути дела, управляют, скажем, пять строительных фирм. Что, естественно, тогда встает вопрос, а где же были все остальные контролирующие органы, которые контролируют конкуренцию и все остальные вопросы, и закупочные процессы и так далее. Я думаю, что и поэтому в этой связи прав президент, который говорит, что процесс законодательства в смысле подготовки законопроектов, их качества в Латвии страдает и сильно. И картель, потому что, естественно, можно задать вопрос, а молокоперерабатывающие предприятия, предприятия пищевой промышленности, предприятия автотранспорта и так далее. Тогда мы должны задаваться вопросом, не сконцентрироваться только на одном строительстве, а задаваться, а сколько у нас еще таких картелей? В каких отраслях? Если мы этот вопрос не задаем, мы тогда это все превращаем в цирк. А здесь задали этот вопрос. Видимо, в чих-то интересах, кстати, задали. А здесь вопрос задали. Естественно, там вопросы конкуренции. И, естественно, тогда встает вопрос, о котором вчера этот инженер-строитель-пенсионер тоже говорил. Конечно, значит, я хочу повторить этот тезис, который там прозвучал со стороны и некоторых других представителей. Но в первую очередь он сказал, все крупные строительные фирмы Латвии работают на 5 лет вперед. У них план на 5 лет вперед. То есть, в том числе концертный зал, который, возможно, будет строиться, там Андрея-сал. Ну, естественно, если эта картель так работает, и эта работа ведется с точки зрения не только проектирования, не только инженерно-технологической, технической, строительной материальной и т.д. Но и с точки зрения юридической, тогда, конечно, возникает вопрос, а министерство, которое отвечает за эти отрасли, оно с какой перспективой работает? У нас бюджета на 3 года нет, проекта. Каринч только обещает. У нас будет бюджет на 1 год. Ну, естественно, что мощности государственного аппарата и этих строительных компаний не сопоставимы. Они работают на более высоком уровне, чем государство, которое их контролирует. Поэтому такой результат. Хорошо. Буквально пару минут у нас остается. Но вот тема, ее надо еще обсудить. Это Латвийский университет. Ваш альмаматор, можно сказать. Да. Все, что там происходит. Вот проясните то, что там происходит. Мы видим намеченный конфликт между, опять же, правительством, министерством образования и, собственно, самим ВУЗом. Господин Мужникс не был утвержден. Деканы подали в отставку. Им компенсации абсолютно впечатляющие назначены. На чьей вы стороне? И как вы вообще видите эту ситуацию? Нет. Ну, во-первых, я должен уже осторожно высказываться, поскольку моя служба на государственном университете или на Латвийском университете, точнее, завершилась 30 июня. Она завершилась временно. Я буду выполнять отдельные работы, которые на срок выполнения, которые заключаются отдельный индивидуальный договор. Значит, поэтому я как наблюдатель со стороны, мне представляется, что это всё связано возможно. Я сейчас не говорю о руководстве в университете, но почему эти проблемы там возникли вообще? Это, во-первых, по всей видимости, один из корней растёт из нового центра академического, который тоже строится и будет продолжаться строиться. Там крупные суммы оборачиваются. Это связано с Байбой Брока и т.д. Это один рассказ. Другое дело, что госпожа Шуплинска, видимо, вынашивает какие-то радикальные планы реформирования ведущих латвийских университетов. Я бы только коротко попрошу, чтобы там пора заканчивать уже. Поэтому, значит, и что касается исполняющего обязанности господина Страубе, он уже заявил, что он не видит себя в... Может быть, это просто дипломатическое заявление, но это мы потом увидим. Я думаю, что латвийский университет работает и будет работать успешно. Это вопросы, скажем так, административно-технические, которые там решаются, но у которых, видимо, есть какая-то политическая подоплёка, о которой я не знаю. Спасибо. Политолог Оирскудра был у нас сегодня в гостях. Я Андрей Лешкевич. Всего доброго. До свидания.